На сцену выходит красота. Именно так можно охарактеризовать действие, которое развернулось в актовом зале Брестского государственного университета имени Пушкина. За право надеть корону королевы боролись девять красавиц. Хотя боролись, слово не совсем подходящее, уверяют юные грации. За сценой девушки дружат и помогают друг другу. Я решила принять счастье в этом конкурсе, потому что считаю, что все девушки достойны показать себя, все талантливы в нашем университете, и каждая по-своему, красива, и почему бы это не сделать, а не показать себя. Для меня участие победы, если честно, потому что тут как бы у нас, как сказать, у нас нет конкуренток. Мы все как бы очень друг друга поддерживаем, помогаем в каких-то минутах, в таких девичьих моментах. Хочу доказать, что наш факультет не просто спортивный, но у нас еще очень много красивых девочек, которые достойны победы в королеве весне 2017 и являются не хуже других факультетов. Но несмотря на теплую атмосферу, конкурс есть конкурс, должен быть победитель. Членам жюри в их работе не позавидуешь. Отдать безоговорочное предпочтение одной из претенденток на титул очень сложно. У каждого из представителей конкурсной комиссии, помимо общепринятых и прописанных регламентом, были и свои критерии для оценки. Все девочки очень талантливые. На самом деле, конкурс дефиле для многих, он и сложный, для кто-то, как рыба в воде, можно сказать, в этих конкурсах. Конечно, оценим по творческим конкурсам очень сильно и на конкурс вопросов определяем внимание. Потому что, на самом деле, внешняя красота, она всегда необходима, но еще нужен внутренний мир. Победительница университетского этапа конкурса Яна Кочурка примет участие в областном соревновании грации. Девушка, которую признают самой обаятельной и привлекательной среди студенческой братьев Брещины, будет отстаивать честь региона на конкурсе красоты республиканского уровня.